Что будет в новом эпизоде Харт Унд? Ферит скроет Айши. Будет ли выяснено, что Айши невиновна? Узнает ли Ферит, что именно Ханде обрушил на Айши всю эту клевету? Однан бей умрет. Все и многое другое теперь в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Ферит узнал, что Айши действительно любит его и не обманывает Ферита, не забудьте поделиться нашим видео. Айши попала в трудную ситуацию, которую она никак не ожидала. Есть только один Ферит, который может ему помочь в этой ситуации. Ферит пока скроет Айши, думая, почему он убил ее, даже если она с Бахой. Понимая, что с этим бизнесом что-то не так, Ферит начнет исследование, чтобы узнать настоящее лицо бизнеса, даже если он зол на Айши. По мере расследования Ферит мы вместе увидим, что из этого выйдет и другие вещи. Однако, хотя на этот раз Ферит хочет верить Айши, он будет более осторожен, потому что раньше скрывал от нее правду. Как говорит сама себе Айши, Ферит сделает более подробные звонки, но не будет очевидно, что Айши не виновна. В конце исследования Ферит выяснится, что Хусейн Бей и Ханде приложили руку к этому делу. Ферит также узнает, что Ханде похитил Баха и привез его туда. И когда он узнает об этом, он появится перед Ханде и скажет ему, насколько он злой человек. Ханде терпеть не может то, что она слышала от Ферит, и может захотеть убить Айши или себя. Мозг Аднана, с другой стороны, заставит его сильно заболеть после того, как он услышит от Хусейн Бея о болезни сердца, которую он испытывает в течение долгого времени. Его сердце, которое больше не может нести бремя того, что он слышал и испытал, заставит его. Я думаю, что мозг Аднана не умрет, мы еще посмотрим его в больничных палатах. Во время болезни сердца выяснились его отношения с Яманом. После того, как Аднан Бей выздоровеет, он может противостоять Яману и объявить всем, что он его собственный сын. Аднан Бей, у которого плохие отношения с миссис Азади, может примириться с ней после этого неудобства. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Баха приходит к Фериту и начинает рассказывать о том, что произошло между ним и Айшей. Однако он рассказывает то, что рассказывает, как будто Айша в него влюблена. Когда Ферит слушает Баха, он очень злится и бьет Баха. Однако причина, по которой Баха сделал это – Хусейн Бей. По дороге он похитил Баха и угрожал Баха, сказав, что он причинит вред Айше. Баха пришлось объяснять события неправильно, чтобы с Айшей ничего не случилось. Ферит и его брат хотят услышать о событиях от Айшей. Однако Ферит говорит, что поговорит с Айшей об этом вопросе, и просит своего брата уйти. Несмотря на то, что Баха очень сожалеет, то, что случилось сейчас, произошло. Хусейн Бей сделал все это для Ханде, и Ханде был очень доволен тем, что произошло. Пока Мюге разговаривает с Джинком, Азади слышит, как Джин говорит Мюге, что они переехали в Стамбул. Мюге говорит госпоже Азади, что вам, наконец, удалось, они уходят отсюда и с грустью уходят в свою комнату. Аднан Бей преподносит Яману, который приходит в его комнату, подарок на день рождения. Когда Эман видит, что это одни из дорогих часов Аднана, он не хочет их принимать. Однако Аднан Бей убеждает Ямана купить его подарок. Пока Ферит и Айше находятся в пути, Айше радостно разговаривает и веселится, пока Ферит думает о том, что сказал Баха. Он останавливает Ферита на обочине дороги и передает его Айше Ферит, которая собирает инжир. Но Ферит не хочет есть и возвращает его Айше. В то время как Айше обнимает Ферит и говорит, что очень любит ее, Ферит очень холодно относится к Айше. В это время Ханде звонит Фериту, но Ферит не хочет открываться, и Айше говорит, что я не завидую тебе, я тебе доверяю. Она разговаривает с Ханде Яманом и говорит, что Ферит узнал правду и будет ждать, пока она вернется к нему. Яман предупреждает, что если Ферит влюблен в Айше, он не вернется к вам, так что не надейтесь. Ферит думает об их разговоре с Айшей и Бахой и сердито разрывает фотографию Айши, которую он сделал. Тем временем Айше начала готовить на кухне кислый суп, местное блюдо Антаки. Когда женщина Азади приходит и понимает, что он не хочет того, чтобы он сделал, ей это нравится и она ведет. В то время как Ферит опустошен, его старший брат Синан пытается помочь ему и направить его. Он просит Ферит как можно скорее поговорить с Айшей и спросить, правда ли то, что говорит Баха. Ферит, с другой стороны, пришел к заявлению, которое он сделал при аресте Баха, что факты соответствуют словам Баха. Когда Синан слышит это, он очень сердится на Айши, и Ферит не может сдержать его слезы. Пока Айши очень приятно готовит стол, Ферит пытается набраться смелости, чтобы поговорить с ней. Ферит же, напротив, думает, что ведет себя невинно и очень зол. Ферит и Синан последними подошли к столу. Аднан говорит, что после того, как поблагодарил Айши за еду, ты должен называть меня папой. Еда, приготовленная Айшей, получает все баллы от Гэжи Азади. Когда Айши спрашивает Ферит, не хочет ли она его попробовать, Ферит объясняет, что их брак – это игра. И поскольку я не хочу выходить замуж за Ханде, он говорит, что они устроили брачную игру с Айшей в обмен на деньги. И он говорит, что теперь он отделен от Айшей и больше не хочет продолжать эту игру. Айшей очень расстроена после выступления Ферит, но она говорит, что больше не рассматривает эту игру как игру, она любит поесть и покидает особняк, сняв кольцо и отдав его Фериту. Когда Мюги хочет преследовать Айшей, Азади Ханем препятствует Мюги. Ферит же идет в свою комнату с кольцом, которое Айши передает ему. Госпожа Азади думает, что не верит в этот брак, госпожа Бедия звонит Айшей и не может с ней связаться. Когда Азади затем оскорбляет Аднана, Аднан говорит ему, что любовь между ними реальна и уходит. Сотрудники Хенд просят Фатыш позвонить Айшей и узнать, что произошло. Услышав, что Ферит рассталась с Айшей, Ханде с радостью лает. Айшей опечалена грустью и идет, не зная, куда идет. Бедия берет телефон с женщиной и говорит ей, что ей очень жаль. Ферит не хочет отвечать на телефоны Айши, но когда он это делает, он не отвечает ни на один из вопросов Айши. После того, как Айши спрашивает его, почему он так спит, Ферит отвечает, что ему нечего сказать Айши и кладет трубку на лицо. Когда к Фериту приходит дама Азади и хочет поговорить, Ферит обижается на нее. Когда я спрашиваю Ферита, влюблен ли он в Айши, он отвечает, что я не влюбился, это была игра. Азади спрашивает, говорила ли она с Айши, и говорит, что она не брала ничего на улице одна, и обнимает сына. Синан звонит Лемону и говорит, что он так по нему скучает, позволь мне прийти и забрать тебя сейчас, он не может сдержать слез. Повесив трубку, Мюги приходит в комнату и сообщает, что Джанг ушел. Бедия приходит к Айши, спрашивает, почему она такая, и пытается понять. Айши не может понять, как она так изменилась. Айши стоит перед Феритом, который отправляется на утреннюю пробежку, и просит у него отчета. Айсе очень злится, когда Ферит говорит, что она все еще дурачит его. Ферит рассказала ей о своих разговорах с Баха, и когда Айши слышит это, она говорит, что все неправильно поняла. Пока они обо всем говорят, Ферит говорит, что Баха хотел его убить, но Айши ничего не сделала. Айши говорит, что она не знала об этом и что она много раз умоляла Бахаи уйти, давала деньги, но не могла избавиться от Баха. Ферит не верит всему, что говорит Айши, ругает Айши за то, что она больше не видит меня, и уходит. После этого разговора Айши опустошена и много плачет. Когда Бахтияр входит в дом Хусейна без ордера, Хусейн удивляется тому, через что он прошел. Он предупреждает Баха обойти Ферита и предупреждает его о его действиях, а Аднан предупреждает, что он может причинить ему вред. Аднан Бей обеспокоен тем, что дама Азади ведет себя так комфортно. Сказав, что Айши испортила Ферит, Азади рассказывает о своих отношениях с Ферая. Аднан Бей злится, когда Аднан из Азады говорит о своем мертвом мозгу любовнике и сыне. Миссис Азади терпеть не может, и когда она жалуется на пытки, которые она применяла к ней до сих пор, Аднан Бей поднимает руку, но не бьет. Наконец, Аднан Бей распределяет вещи в комнате и в гневе уходит. Затем Азади позвонил своему старому другу Зюмрут Ханым и захотел встретиться. Ханде идет к терапевту и рассказывает о своей одержимости Ферит. Когда Ханде говорит об игре Айши и Ферит и говорит, что очень ревнует к Айши, доктор спрашивает Ферита, почему он так поступил с тобой. Позже Ханде говорит, что хочет убить Айши за поцелуй с Ферит. Когда доктор продолжает расспрашивать Ханде, Ханде очень сердится. Ферит узнал правду с помощью своего отца, но его не интересует, как он это сделал. Когда Еман звонит во время их разговора, врач хочет знать, кто такой Еман. Ханде говорит доктору, что Еман влюблен в нее и что она с детства хотела выйти замуж за Ханде. Ферит очень расстроен, и у него проблемы с Фертиной. Пока Еман беспокоится о Ханде, приходит Бетюль и говорит, что знает, как сильно она любит Ханде, но не играй со мной, и выбрасывает кольцо. Синан отвел Лемона в особняк, остановил его у двери и спросил Лемона, как его мать. Он говорит, что написал прошение о разводе в Лемоне, и что Азаде Ханым увидел это прошение и после этого отправил его в деревню. Синан и Лемон говорили обо всем открыто и говорили, что очень любят друг друга. В то время, когда прибывает Айши, Синан отправляет Лемон внутрь и спрашивает Айши, почему она это сделала. Айши говорит, что ты принимаешь мой грех, но Синан не собирается ее слушать. Пока Лемон обнимает Азаде Ханым и ее дочь Мюги внутри, входит Айши, чтобы забрать свои вещи. Азаде Ханым говорит Лемону, что Айши играет в игру с Ферит. Айши идет в свою комнату, собирает свои вещи, нюхает рубашку Ферит и плачет. Он хочет позвонить Фериту и поговорить, но Ферит не берет трубку. Пока Ферит заставляет штурма идти, он сердится, когда приходит Яман и говорит, что не заставляйте животное, иди поделись своими проблемами с женой. Когда Яман сообщает Айши, что Айши любит Ферит, будь с ней счастлив, Ферит подходит к Яману и кричит. Аднан Бей звонит Яману и пытается прикончить Хусейн Бея. Зумрут Ан пытается узнать правду с Айши и Баха, нажимая на хинт. Но Ханде говорит, что ее интересует только результат и что она должна поддерживать хорошие отношения с Азади Ханым, и они скоро снова поженятся. Баха Хусейн пытается сбежать там, где он его спрятал, крадет телефон одного из мужчин и звонит Айши. Пока Айши выходит из особняка, Азади Ханым хочет поговорить, а Айши в это время не берет трубку Баха. Когда Баха Айши не берет трубку, Баха пишет, что Хусейн похитил его, что он убьет его, что он спас себя и что Хусейн заставил его говорить вот так. Он пишет Ферит, что Айши на самом деле не помолвлена, но любит ее, не будучи односторонним. Но мужчины ловят ее, избивают и забирают у нее телефон. Дама Азади спрашивает, как ты столько лгал, краснел ли ты когда-нибудь. Однако, когда он не позволяет Айши ответить ему, Айши встает и уходит. Миссис Бедия бежит за Айшей и говорит, что не может допустить, чтобы она так шла. Дети по соседству умоляют, пожалуйста, не оставляйте нас. Пока Ферит задумался, Ферит злится, когда к нему подходит Ханде и говорит ему, что она все знает и пытается его предупредить. Затем он мягко подходит и пытается утешить Ферит. Яман разговаривает с Хусейн Беем и дает ему сумку, полную денег, чтобы разобраться с делом ростовщиков. Когда Хусейн Бей, который берет деньги, говорит, что вы хотите взамен, Яман шутит с ним, говоря, что это его дочь. У Ихсан Бея есть человек после Ямана, и он сообщает Хусейну, что он дал ему сумку, полную денег. Когда Айши, Ферит не отвечает на звонок, она хочет прийти в компанию и попрощаться с ней, но Ферит даже не смотрит на нее. Аднан Бей приходит к Фериту и говорит ему, что Айши безумно любит Ферит. Когда Ферит выходит к своему отцу, Аднан извиняется перед Феритом и говорит, что вы правы в том, что случилось с Ханде. Позже Ферит спрашивает, от кого он узнал это и понимает, что узнал это, разговаривая со своим братом. Пока Айши идет в ванную в компании и умывается, приходит Ханде и ругает ее. Айши нажимает на Ханде и спрашивает, где Баха. Однако, хотя Ханде провоцирует Айши создать семью с Ферит, она не приходит вдоволь и уходит. Ферит, который встречает Синан, сердится из-за того, почему вы рассказали моему отцу Аханде. Азаде и Цумрут ходят в свою школу. Два старых друга, которые говорят и болтают о былых временах, отбросили все свои обиды. Хусейн Бей выплачивает свой долг ростовщикам, а взамен берет счет и разрывает его. Когда люди, которых они оставили Баха, звонят Хусейн Бею и объясняют, что он пытается послать сообщение, Хусейн Бей хочет напугать Баха с помощью Айши, чтобы защитить Ханде. Айши покупает билет, чтобы приехать на автовокзал и вернуться в Стамбул. Ферит подходит к горному дому, и слова Айши все время всплывают в его голове. Ханде приглашает Бетюля, и они вместе начинают вечернюю беседу. Бетюля рассказывает, что после того, как Айши и Ферит расстались, она также рассталась с Еманом. Несмотря ни на что он говорит, что знает, что Еман влюблен в Ханде. Пока миссис Азади и мистер Аднан пьют кофе вместе, они говорят о том, как раньше были счастливее. Поскольку разговор переходит в неприятное место, когда одну назвонят, и он хочет встать, Азади говорит, что хочет поделиться всем имуществом Санчекзаде с членами своей семьи. Ханде советует Бетюль не покидать Еман и дает ей моральный дух, чтобы она не расстраивалась. Когда Бетюль уходит, а Ханде следует за ней, Зюмрут Ханем понимает это и следует за ней. Люди Хусейн Бея бросают Баха посреди улицы и уходят. Когда Баха немедленно звонит Айше, Айше спрашивает ее местонахождение и сразу же идет к ней. Ханде дышит рядом с Яманом, и как только Яман подходит к ней, она целует Ханде. Зюмрут Ханем входит и бьет Ямана по щечину и больше не может выдержать того, через что прошла Ханде. После того, как Хусейн Бей узнает новости о Бахе и приходит к Айше Баха, он предупреждает его, чтобы тот хорошо убрался. В этот момент Аднан Бей прерывает его машину и спрашивает, почему он хотел убить Ферита. Он говорит, что Баха – жених Айше и поэтому хочет убить Ферит. Впоследствии он говорит, что имеет дело с Ханде, потому что преследует ее. Когда Айше находит Баха, она подходит к нему и спрашивает, почему он это сделал. Пока Баха собирается сказать, кто хочет убить Айше, они стреляют в Баха и нокаутируют Айше. После того, как Айше выздоравливает, она не может найти Баху, но пистолет лежит на земле. Он не знает, что делать в панике, когда Ферит не отвечает, он звонит Синану, но тоже не слушает. Затем звонит адвокат Баха и сообщает ему, что есть доказательства, доказывающие невиновность Баха, и что Баха должен немедленно сдаться. Аднан Бей сильно заболевает после того, что он слышит точку, когда Эман замечает его и подходит к нему, он находит в кармане записку, в которой говорится, что Аднан – ваш настоящий отец, пока он ищет свое лекарство. Айше в панике приходит в шале и говорит Ферит, что случилось что-то плохое. Прежде чем Айше успевает рассказать Фериту о случившемся, прибывает полиция, и Айше исчезает. Когда они говорят, что ищут Айше и возьмут ее под стражу за убийство Баха, Ферит говорит, что моей жены здесь нет. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что произошло в Хартун. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.